МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В центре Киева в ресторане расстреляли человека. Это произошло вчера поздно вечером. Неизвестные ворвались в ресторан Сушия около станции метро Печерская и открыли огонь по одному из посетителей. Пострадавший получил огнестрельное ранение в голову. Его забрала скорая помощь. Злоумышленники покинули Сушибар и исчезли. Раненого доставили в городскую клиническую больницу номер 17. Мужчину прооперировали, но его состояние по-прежнему тяжелое. Все задержанных во время обыска в Киевском клубе Югенхаб в ночь на субботу отпустили из военкомата. Им выдали повестки на призывную комиссию, говорят адвокаты. Сейчас защита задержанных готовится обжаловать действия полиции в суде. Напомню, в ночь с пятницы на субботу в Киеве полиция устроила рейд в ночном клубе. Там задержались 17 человек с наркотиками. 32 посетителя доставили в военкомат. В действиях силовиков во время облавы правозащитники усмотрели целый ряд нарушений. В то же время в столичной прокуратуре заявили, что обыски в ночном заведении были санкционированными, а жалоб на превышение полномочий правоохранителями прокурорам не поступало. В Днепропетровской области на подростков упала железобетонная плита. Произошло это накануне вечером в Каменском. Трое парней ждали своего друга у подъезда, когда на них рухнул навес. Один юноша погиб на месте. Двоих увезли в больницу с переломами. Полиция открыла уголовное производство по статье «Служебная халатность». Жители дома рассказали, что неоднократно писали заявление об аварийном состоянии козырька над подъездом. Две авиабомбы времен Второй мировой нашли в Киевском водохранилище. Снаряды обнаружили неподалеку от берега. Они были на вооружении немецкой армии. Каждый весит 250 килограммов. Из них 128 – это тротил. При взрыве осколки могут разлететься более чем на километр. Специалисты решили не перевозить бомбы на полигон. Их будут подрывать прямо в водохранилище. Сейчас на место никого не пускают. Территорию охраняет полиция и рыбоохранный патруль. О попытке рейдерского захвата военного объекта в Одессе заявили в командовании военно-воздушных сил Украины. На своей официальной странице в Фейсбуке написали, что сегодня около 9 часов утра 40 неизвестных в Балаклавах, которые назвались представителями одного из гипермаркетов, частично демонтировали ограждения воинской части и вывезли имущество. Позже в интернете появилось видео, как все происходило. На кадрах действительно видно мужчин в Балаклавах прямо возле забора воинской части и работающий экскаватор. В Одессе информацию о попытке захвата опровергли. Советник начальника главка Руслан Форостяк сообщил, что представители гипермаркета выполняли строительные работы за пределами воинской части. На Донбассе сегодня 5 обстрелов. С начала суток бьет противник в основном из минометов и гранатометов. Провокации боевиков зафиксированы на всех направлениях. Одна из горячих точек поселок Пески под Донецком. А ситуация там Руслан Смещук. Передовые позиции на Авдеевском плацдарме в безлюдном и разбитом поселке Пески. Пока мы работаем, тут раздаются взрывы в районе Промки. Противник ведет себя агрессивно и очень активно, рассказывают военные. Линия фронта тут достаточно ломанная, привязана к ландшафту и постройкам, которые служат естественными укрытиями и огневыми точками. Впрочем, бывает, что диверсионные группы подходят и ближе. Нас ведут к месту, куда боевики подбираются, выстреливают из гранатомета и отходят. Здесь дистанция огневого контакта бывает меньше 100 метров. А иногда хаотические обстрелы боевиков превращаются в планомерную отработку Песа к тяжелым вооружениям. В последнее время такое бывает все чаще. Бой был изначально с крупнокалиберных пулеметов, они начали по нас работать. А потом, буквально спустя часу, они начали использовать уже более тяжелую оружие, то есть минометы, 83, в основном так. Разрывы, то есть все где-то дальше, либо не до льда, то есть, ну, чтобы точно бить, то они еще не бьют. Точно, чтобы количество сказать, я не могу, ну, приблизительно больше двух десятков. Под огонь боевиков попали и мирные жители. Несколько улиц Старой Авдеевки оказались под огнем гранатометов и минометов. Осколками повредила крыши. Обошлось без жертв. Что-то над головой как треснет, как это самое, в общем, я жик во двор, в дом. А в доме там и больше я не выходила. Звук был такой гудящий, треск. Мы находились в доме. Ребенок сильно перепугался и мы отошли в другое место, где нету окон, чтобы остаться живым. Очень было страшно, очень. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Израильские самолеты уничтожили базу ИГИЛ в Сирии. До этого момента прямых военных столкновений между этой организацией и Израилем не было. А эксперты долго размышляли, почему. Сергей Ослендер продолжит. Событие по нынешним временам произошло, на первый взгляд, рядовое ВВС Израиля в районе Ермук в Сирии разбомбили базу террористов. Но выяснилось, что на этот раз это была база ИГИЛ. Там проходило совещание высокопоставленных полевых командиров. Все они были убиты. После того, как началась война с халифатом, а длится она, как известно, уже больше трех лет, прямых военных столкновений между Израилем и этой группировкой не было. Несмотря на очевидные военные успехи террористов, эксперты долго ломали голову, почему же ИГИЛ, несмотря на все свои успехи, избегает нападать на такую привлекательную цель, как еврейское государство. Причины две. Первая решимость, с которой мы действуем против террористов. Постоянные налеты их на базы и конвои с оружием показывают, что Израиль не будет раздумывать, если появится угроза. Наше правительство давно предупредило, отряды ИГИЛ будут уничтожены, даже если попытаются просто приблизиться к границе. А вторая причина – наше колоссальное превосходство, наше ВВС, самое мощное на Ближнем Востоке, и халифату просто нечего этому противопоставить. Бомбежка произошла в районе, где сходятся три границы – сирийская, иорданская и израильская. Когда террористы в начале кампании быстро продвигались вперед и вплотную приблизились к границам Хашемитского королевства, Иерусалим дал понять, что собирается защищать иорданские границы, как свои собственные. Потому что эта страна для Израиля – своеобразный буфер между ним и нестабильными территориями, вроде Ирака. Но ИГИЛ совершенно не собирается полностью игнорировать Израиль. Его эмиссары постоянно пытаются проникнуть в страну через палестинцев и израильских арабов. Только за прошлый год служба безопасности обезвредила сразу три ячейки террористов. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Ракеты Северной Кореи способны достичь Европы и угрожают странам НАТО. Об этом заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг перед визитом в Японию. Столтенберг подчеркнул, в НАТО готовы принять решение об ответной атаке в случае прямой угрозы Европе и Блоку. Он также добавил, что поддерживает экономические санкции для давления на пхеньян, генсек считает, что международные ограничения помогут усадить КНДР за стол переговоров. Во многих населенных пунктах страны закрываются избирательные участки. Сегодня в Украине впервые прошли местные выборы в более чем 200 территориальных громадах. Больше всего участков было открыто в Волынской и Днепропетровской областях по 19. В каждой наблюдатели от общественной организации опора сообщили, что голосование не обошлось без нарушений. В Донецкой и Киевской областях несколько участков начали работу с часовым опозданием. В Луганской области на одном из участков наблюдатели зафиксировали агитацию, а в Житомирской обнаружили несоответствие в бюллетенях. Также из-за возможного подкупа избирателей путем раздачи так называемых продуктовых наборов полиция открыла почти десяток уголовных производств. В общей сложности правоохранителям поступило около полусотни обращений. По состоянию на 15.00 официальные результаты голосования должны огласить до 8 ноября. О фальсификации выборов заявляют в оппозиционном блоке. Нарушения носят системный характер, сказано в заявлении полицилы. Результаты голосования искажены скупкой голосов и применением админресурса. В ОПО-блоке считают, что в отсутствии международных наблюдателей власть пытается узурпировать территориальные громады. И используют для этого подконтрольные партии и кандидатов. Поэтому полицила требует перевыборов во все органы от Верховной Рады до местных советов. Кроме того, в оппозиционном блоке пообещали оспорить итоги сегодняшнего голосования. Говорят о фальсификациях и в партии «Батькивщина». Об этом на пресс-конференции заявила ее лидер Юлия Тимошенко. По ее словам, выборы в объединенных громадах проходят со множеством нарушений. Это и подкупы, и незаконная агитация, и использование админресурса. Политик уверяет, что на кандидатов от ее партии оказывали давление, чтобы они отказались от участия в предвыборной гонке. Практически все партии, представленные в парламенте, заявили о нарушениях во время выборов в территориальных громадах. Основные из них – подкуп, фальсификация и применение админресурса. Наша съемочная группа сегодня целый день работала в райцентре «Березовка», которая в рамках децентрализации объединяется с ближайшими селами. Что удалось зафиксировать? Об этом далее в материале. От объединения в одну громаду в Березовском районе ждут позитивных изменений. Особенно сельские жители рассчитывают в одной лодке с городом, у них больше шансов на развитие. Сегодня люди выбирали здесь мэра объединенной территориальной громады, а также депутатский корпус. Не только за город думать, а за село тоже надо думать. Там тоже люди есть, чтобы решалось все адекватно и не с обещанием, а реально. Ну, как бы, ну, стараются. Освещение, остановочки, дороги, все цивильно. Как бы, это молодежь подтянутся. Один из фаворитов в мэрской гонке, действующий городской голова Березовки Валерий Григораш. Ссылаясь на слова очевидцев, рассказывает, еще за день до голосования его главный оппонент скупал голоса избирателей. Вербовщики просто ездили по селам, раздавали по 200 гривен и обещали дать столько же уже после голосования. Хочу призвать людей, чтобы они действительно думали за будущее своих детей, а не продали сегодня за кило гречки или за 200 гривен, и потом будем с кого-то что-то требовать. Ну, это неправильно. Наблюдатели утверждают, на одном из участков в селе Викторовка им даже удалось поймать на горячем таких нарушителей. Кандидат в депутаты горсовета выдавала деньги проголосовавшим избирателям. Купюры женщина якобы прятала в туалетную бумагу. Она давала деньги выборцу. Не видно было сколько. Ну, деньги. Сама кандидат все отрицает. У нее своя версия происходящего. Я зашла за туалетной бумагой. Вошла в туалет. Обратно, когда шла, проходила, зустрелась с Ивченко Наташей. И переговорила с ней 2 секунды. Пожалуйста, кто желает продавиться все мои вещи личные. А вот другой пример. Окраина Березовки, район ЖД вокзала. Все предыдущие годы здесь была крайне низкая явка избирателей. Около 30%. Но сегодня более 50%. Наблюдатели считают это свидетельствует о вероятной скупке голосов. И обвиняют в этом мужчину, который весь день дежурил у участка. Это тоже кандидат в депутаты горсовета Александр Момотенко. Груд, гадый, притом наглым образом. Откуда у меня деньги? Я пенсионер. Теперь в Березовке начинается самый горячий этап выборов. Подсчет голосов, на котором возможны фальсификации. Наблюдатели говорят, здесь многое зависит от того, какую бдительность и принципиальность проявят правоохранители в этом вопросе. Виктор Ткачук, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Борьба за квадратные метры в самом центре Ужгорода. За элитное здание воюют профсоюзы и суды. Первые заявляют, что служители Фемиды якобы пытаются отобрать их собственность. А судьи уверяют, что профсоюзы наживаются на госсобственности, сдавая помещение в аренду. Кто прав, выясняли наши корреспонденты. Трехэтажное историческое здание, построенное в начале 20 века. Облицовано мрамором и украшено скульптурами. Его рыночная стоимость – не один миллион долларов. В здании еще 60-х годов прошлого века находится офис местных профсоюзов. Но на квадратный метр претендует служитель Фемиды, Закарпатского админсудам. Закарпатский господарский суд, потом Закарпатский высший господарский суд и Львивский, разглянувши вопросы, приняли решение в користь другого суда отобрать в нас эту буддивлю. И это, мы считаем, рейдерское захопление одного суда на користь другого суда. В админсуде заявляют на своих коллег, не довели и ни о чем не просили. Дескать, зданию профсоюзов отсудил фонд госимущества. Ведь в советские времена строение предоставили профсоюзам в пользование, но не в собственность. Поэтому государство в лице фонда и должно решать, кому занимать вожделенные квадратные метры. До нас вернулся Закарпатский областный окружный суд. Мы должны были вернуться к суду, чтобы признать право державы за этим домом. Мы признали право державы за домом, за данную площадь народной 5, в особе фонда Тержмейна. После чего фонд передал здание к обмину, тот судебной администрации. А уже она решила помещение предоставить Закарпатскому окружному админсуду. Но добровольно профсоюзы уходить не хотят. Судья жалуются, им приходится работать в двух разных зданиях, которые не отвечают стандартами, находятся в нескольких километрах друг от друга. За аренду платят каждый месяц 40 тысяч гривен. При этом в одном небольшом кабинете ютятся четыре сотрудника. Маючи, при этом, примещение в центре места квадратурой 3800 метров. Ютенов, секретарь, бачка СССР. Страсти накаляются. Служители Фемиды готовятся к новым судам. Теперь о незаконном завладении помещением и принудительном выселении профсоюза. Но последние сдаваться не собираются. Любовь Кукла, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер, Ужгород. В Ивано-Франковской области массово рубят лес. Тоннами грузят бревна и уводят их в неизвестном направлении. Лесники утверждают, что пилят деревья на законных основаниях. Так ли это выясняла Галина Якушко. Десятки перегруженных лесовозов. Горы срубленного молодняка. Машина, ожидающая новой погрузки. Так описывает увиденное в Исмолодском лесничестве активист Василий Андреев. На днях он с друзьями отдыхал на территории заповедника Горганы. Масштабы рубок снял на видео. Наша съемочная группа отправилась на указанное место. Громкий гол бензопилы в тиши Карпатских гор. И сегодня в Исмолодском лесном хозяйстве работа кипит. Двое мужчин в оранжевых робах перетаскивают срубленные деревья. Грузят на упряжку лошадей. Кругляк вывозят к дороге. Там перегружают на лесовоз. И так целый день. За последние полгода на этом участке лесники спилили 670 деревьев. Сотню только за октябрь. Мол, рубки обоснованные, санитарные. Срубленный лес планируют продать. Цена за кубометр до полутора тысячи гривен. В зависимости от сорта. В областном управлении лесного хозяйства нарушений в действиях подчиненных не видят. Это рубки, на которые выписали срубленные квитки. То есть дозвола на ту или иную рубку. На каждом дереве? На каждом дереве, если это выбирка, есть клеймо. Если это суцильное, то по кругу все отмежено, отбито. Все согласно закону. Законны ли эти рубки в Исмолодском лесхозе? В госэк инспекции еще не выяснили. Мол, официально пока никто не жаловался. А для этого существует и горячая линия, и специальный электронный адрес. Все данные легко найти на сайте. Любой час. Когда поступит заявка вся громадянина, на другой же день мы с этим громадянином выходим на место, и он покажет, тут я маю. Все. Мы выходим и проверку полностью проводим. Подробности составили такое заявление. Проверку просим провести в присутствии нашей съемочной группы. Ответ ожидаем на следующей неделе. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Карпаты засыпает. Сегодня в горах шел мокрый снег, а у подножья гор дожди с сильным ветром. Из-за непогоды обесточены около десятка населенных пунктов в трех районах Закарпатской области. В Тячеве подтопило дорогу, которая является частью трассы государственного значения Мукачево-Ивано-Франковск. На горных дорогах налипание мокрого снега. Прогнозы синоптиков неутешительны. Ночью погода практически не изменится. По меньшей мере, пять человек погибли в результате урагана Гервард в Центральной Европе. Причиной смерти четырех человек в Чехии и Польше стали упавшие из-за порыва ветра деревья. Еще один человек в Германии утонул во время штормового прилива. Из-за непогоды в нескольких регионах страны приостановили железнодорожное сообщение. В Гамбурге и Берлине власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за поваленных деревьев заблокированы несколько главных автобанов. Сейчас движение транспорта уже удалось частично восстановить. В Каталонии десятки тысяч человек вышли на марш в поддержку единства Испании. По данным муниципальной полиции, в акции приняли участие около 300 тысяч человек. Организаторы же марша утверждают, на митинг против попыток лидеров Каталонии провозгласить независимость региона собрались более миллиона испанцев. С плакатами в руках «Каталония – это Испания», «Вместе лучше» и «Пучдемона за решетку». Напомню, Сенат Каталонии провозгласил независимость региона 27 октября. В ответ Мадрид приостановил автономию, ввел прямое управление и объявил новые выборы в регионе. Новая жертва Брекзита. Министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС вызвали на ковер в парламент. Дэвида Дэвиса обвиняют в провале переговоров с Брюсселем. Как оправдывался министр и почему такое недоверие к нему, выясняла Светлана Чернецкая, наш субкор в Лондоне. Британские депутаты негодуют. Все пошло не так. В переговорах по Брекситу Брюссель задает тон, а позиция Лондона выглядит очень слабо. В поисках виновных далеко эти не пришлось. Из премьера переключились на непосредственного ответственного. Министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Депутаты засомневались в компетентности Дэвида Дэвиса. Подлил масло в агонии его бывший подчиненный Джеймс Чепман. Он назвал экс-начальника ленивым. Дескать, тот работает от силы три дня в неделю. Для проверки министра на компетентность его вызвали на ковер в парламент. На слушании Дэвис держался довольно самоуверенно. И в том, что переговоры по Брекситу идут трудно, обвинял несговорчивый и непредсказуемый Брюссель. Есть риск, что в самом конце переговора в Евросоюз выдвинет неожиданные претензии в последнюю минуту. И они поставят под угрозу весь процесс. Такое очень возможно и уже случалось не единожды. Поэтому мы не должны исключать вариант уйти из ЕС без договоренностей. Министру удалось убедить присутствующих в профессионализме. Он владел темой и не было вопросов, на которые он не мог бы ответить. Но тем не менее, упреки в сторону Дэвиса не прекращаются. Его также обвиняют в том, что он игнорирует и запросы депутатов, и важные встречи в правительстве. Правда, пока менять команду переговорщиков по Брекситу никто не собирается. Чтобы не усугубить ситуацию еще больше. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Снова велкам. Дональд Трамп возобновил прием беженцев. Его миграционный бан успел рассорить страну и стал предметом многочисленных судебных споров. Срок запрета истек, и президент не стал его продлевать. Для кого Америка теперь откроет двери, все подробности знает Дмитрий Анопченко. 120 дней действовал запрет Трампа. Для беженцев закрыли двери. И хотя формально ограничения касались лишь так называемых проблемных стран, на деле иммиграционные офицеры, почувствовав откуда ветер дует, ужесточили проверки всех без исключения просителей убежища. Усилив бдительность и увеличив количество отказов, были и громкие публикации в прессе, и суды, и скандалы. И президент Трамп неожиданно не стал его продлевать. Наоборот, подписал указ, которым теперь дал беженцам зеленый свет. Казалось бы, Белый дом сдает позиции. Однако, если приглядеться к этому документу повнимательнее, то можно увидеть, в нем есть лазейка. Ведь в него внесли обтекаемую формулировку. Мол, в отношении тех, чей въезд в страну может угрожать ее безопасности, будут использованы некие специальные меры. Другими словами, ограничения для граждан из проблемного списка по-прежнему могут сохранить. Только теперь уже тормозить их приезд будет не президентский указ, который можно и в суде оспорить, устроив медийный шум, а внутренние инструкции. А с ними особо не повоюешь. Формально список стран, входящих в черный список, не разглашается. Однако пресса выведала. В нем есть и Судан, и Сирия, и Иран с Ираком, и КНДР. Всего 11 стран. И выходцев из них по-прежнему будут очень серьезно проверять и делать все, чтобы, по большому счету, не допустить их проникновения в страну. Так что, по сути, Дональд Трамп продолжит свою политику. Хоть и в чуть более мягкой форме, чем раньше, но формально к нему претензий теперь нет. И в Белом доме надеются, что вопрос, который вызвал столько разногласий, постепенно исчезнет. С первых полос газет и с плакатов на митингах. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Чем дети журналистов удивили президента США? Как можно лишиться работы из-за айфона? И получит ли киберспорт олимпийский статус? Об этом и не только в нашем обзоре. Дональд Трамп принял в Белом доме детей журналистов. Маленькие посетители пришли в овальный кабинет в карнавальных костюмах. Президента окружили Дарт Вейдер из «Звездных войн», «Женщина-кошка», «Принцессы» и «Волшебницы». Трамп даже пошутил, дескать, удивлен, что у журналистов могут быть такие прекрасные дети. Вместе с пресс-секретарем своей администрации, Сарой Сандерс, он раздал малышам сладости по случаю приближающегося Хэллоуина. А потом похвалил детей за то, что у них нет проблем с лишним весом. Компания Apple уволила инженера из-за видео его дочери с новым iPhone X. Амелия Питерсон опубликовала на своем канале видео из офиса отца. Запись мгновенно вошла в топ самых просматриваемых, ведь девушка показала еще не вышедшую модель мегапопулярного телефона. А уже в следующем видео она сообщила, что отец лишился работы из-за ее ролика. Американский миллиардер Илон Маск показал фото строительства подземного автотоннеля под Лос-Анджелесом. Изобретатель рассказал, что уже готовы около 150 метров. Чтобы ускорить движение по городу, инженеры планируют соорудить подземный проход длиною более 3 километров. Согласно проекту, автомобили будут спускаться в тоннель на специальных платформах, а дальше разгоняться до 200 километров в час. Киберспорт может стать олимпийским видом спорта. В Международном Олимпийском комитете уже назвали два обязательных условия для этого. Во-первых, он не должен противоречить ценностям игр. Во-вторых, нужно создать организацию, которая будет контролировать выполнение всех правил. В частности, проверять на допинг. В сирийской Ракке сыграли первую свадьбу с момента освобождения от исламского государства. 18-летний жених и невеста скрепили союз по традиционным обычаям. Женщины и мужчины танцевали вместе, а старейшины одобрительно наблюдали. Все это было невообразимым еще несколько месяцев назад во время правления исламистов. Американец устроил грандиозное световое шоу прямо в своем дворе. Подготовку начал еще в августе. Говорит, хотел сделать бесплатное шоу для соседей на Хэллоуин. В первую очередь для тех, кто не может себе позволить поездку в Диснейленд. Некоторые жители предлагали энтузиасту деньги, но он отказался. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра.